События. Эхо Германии. Мы продолжаем беседу с Александром Городницким на тему истории России и Европы. Тема сегодня. Ускорил ли пакт Риббентропа-Молотова 1939 года начало Второй мировой войны? Вторая мировая война для Советского Союза началась в 1939 году, в том сентябре, когда Советский Союз начали войну на стороне фашистской Германии. Есть в виду про отдел Польши? Конечно. Я не говорил, и у нас в фильме есть эти фрагменты, даже видел Советского аппарата фашистско-советского. Да, есть. Советский Союз хотел вообще с Гитлером договориться и определить Европу, в том числе и всякие британские владения, вторая секретная часть протокола, что Индия отойдет к Советскому Союзу. Это вот протоколы Сталин... Сталин Риббентропа, Сталин Молотов. Сталин Молотов. Молотов Риббентропа, да. Так есть вторая секретная часть протокола, очень неоднозначные данные, но довольно интересные. Сталин был понятнее Гитлера и психологически, и как брат по партии, потому что он остался... И по режимам, да? И по режимам, абсолютно. Чем прогнившие буржуазные западные демократии, которые мы все время поливали и так далее, и так далее. Сталин предал немецких коммунистов. Сталин предал демократическое правительство Абертонавски, немецких социалистов. Сталин во многом виноват в том, что коммунисты поднепили поражение в 1932 году на выборах в Рейхстаг, потому что у них были шансы. У них были шансы. Потому что Сталин провозгласил идею, что если бы они объединили демократический фронт против нацистов, они бы выиграли Рейхстаг. Но Сталин всегда считал, что отклоненцы в своем направлении, буржуазные демократы, гораздо больше враги коммунистов, чем националисты. Это была не политическая ошибка Сталина. Это был четкий расчет на то, что фашисты нам выгоднее, чем демократы. Он последовательно ненавидел Францию, Англию, все буржуазные демократы. Кроме того, больше с детства он был человеческим антимитом. Биологический антимитик Сталин, он ранее репостно дал себя проявить. В продолжении нашего разговора посмотрим видеофрагмент из твоего фильма «Воспоминания Атланты. Держит небо», а точнее из серии второй, которая называется «Ленинградские дети рисуют войну». Там звучит твоя песня «Вальс 1939 года». Эта песня в сопровождении уникальных хроникальных документальных материалов 1939 года является наилучшим подтверждением твоих слов о том, что режимы фашистской Германии и Советского Союза в тот период были близки. Как раз на углу Большой морской и Исаевской площади тогда помещалось немецкое консульство. И над ним развивался огромный красный флаг с белым кругом посередине, посередине круга черная свастика. И вот потом уже в блокады, эвакуации я вспоминал, как такой страшноватый сон, как кошмар, огромный фашистский флаг, развивающийся над моим родным Ленинградом. Если завтра война, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов. Полыхает кремлевское золото, ноется волги степной суховей. Вячеслав наш Михайлович Молотов принимает берлинских друзей. Карта мира верстается на ново, чередь пышный готовит бакет. Римитроп преподносит у Лановой хризантем и объятный букет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. И не знает закройщик излюблено, что с углом не кроить ему впредь, что семья его будет загублена, что в печи ему завтра гореть. И не знают студенты Сталина и литовский седой садовод, что сгниют они волею Сталина посреди труханских болот. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Акт подписан о ненападении, можно вина в бокалы разлить. Вся Европа сегодня поделена, завтра Азию будем делить. Смотрят гости на кобус с опаскою, За стеною гуляет народ. Вождь великий сухое шампанское За немецкого фюрера пьет. Смотрят гости на кобус с опаскою, За стеною ликует народ. Вождь великий сухое шампанское За немецкого фюрера пьет. Если завтра война, если завтра в поход, Будь сегодня к походу готов. Вот